Доброе утро! С вами Ашхен Пагасян. Сегодня суббота, а это значит самое время приготовить вкусный и питательный завтрак для всей семьи. И это будет гурьевская каша. В классическом варианте она готовится с сухофруктами и орехами, варится из манки и напоминает десерт. Ну а сегодня мы будем использовать молоко, манную крупу, соль, сахар, апельсин, яйцо, грецкие орехи, сливки, ванильный сахар и сливочное масло. И для подачи нам понадобится мята и сахарная пудра. Итак, приступим. Первым делом заливаем молоко в сотейник. Мы будем использовать 2,5 стакана молока. Заливаем в сотейник и доводим молоко до кипения. Идеальная пропорция для приготовления манной крупы это 1 к 5. Ждем пока молоко закипит. Ну а пока мы очистим апельсин. Нам понадобится 1 апельсин. Очищаем его полностью от кожуры. Как только очистили апельсин, нарезаем его дольками. Дольки делаем тонкими. Молоко уже закипело, поэтому засыпаем манную крупу медленно в сотейник и помешиваем венчиком. Готовим на медленном огне, постоянно помешивая, примерно 5-10 минут. Мы взяли на 2,5 стакана молока полстакана манной крупы. Еще пару минут и каша будет готова. Ну а пока нам нужно взять яйцо. К желтку необходимо добавить 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку ванильного сахара. Перемешиваем желток с сахаром вилкой тщательно. К манной каше нам необходимо добавить щепотку соли и 1 столовую ложку сахара. К белку нужно добавить 1 столовую ложку сахара и взбиваем миксером. Взбиваем белки до пышной пены. Белок и желток мы взбили, отставим их в сторонку и нарежем кусочками орешки. Возьмем немного грецких орехов. Сейчас в манную кашу мы добавляем желток с сахаром. Теперь сюда же взбитый белок добавляем. Перемешиваем аккуратно, чтобы белки не осели. Берем отдельную емкость. Нам понадобится стакан сливок, жирных желательно. Добавляем в емкость. И тщательно взбиваем сливки миксером. Итак, мы получили взбитые сливки. Ну а сейчас приступим к оформлению блюда. Берем форму для запекания. Нам нужно смазать дно сливочным маслом. Выкладываем форму половину манной каши. Равномерно распределяете по всей поверхности. Следующим слоем у нас будут орешки. Берем половину орешков. И рассыпаем по поверхности манной каши. Далее идут взбитые сливки. Взбитые сливки распределяем все по всей поверхности. Затем распределяем апельсины. Выкладываем их на взбитые сливки. Дальше идет слой оставшейся манной каши. Ну и завершающий слой посыпаем оставшимися орехами. Так. Ну а теперь ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 7-10 минут. Наше блюдо уже готово. Осталось украсить блюдо. Посыпаем сахарной пудрой. Не жалейте сахарной пудры, так как блюдо горячее, оно будет мгновенно таять. Блюдо получается довольно-таки жидкое, поэтому, чтобы его подавать, нам нужно дождаться, чтобы оно остыло. Но, чтобы мы не ожидали, лучше всего подавать блюдо в маленьких порционных формочках. Даже из простой манной каши можно сделать вот такой восхитительный десерт. Снаружи более плотный, а внутри мягкий и нежный. Гурьевская каша готовится легко и просто. Запекается в духовке слоями. Манная каша чередуется грецкими орехами и апельсинами. Количество слоев также можно увеличить по желанию. И такое эффектное блюдо точно станет украшением вашего стола. Ну а я вам желаю интересных и насыщенных выходных. Увидимся в следующую субботу утром на телеканале ОНТ. До встречи!